Фестивали, концерты, конкурсы, творчие форумы. Амаль 140 тысяч мероприемств у сферы культуры пройшло летось у регионе. Об самых знаковых падеях минулого года, досягненнях галины, складанностях и шляхах выращения поставленных задач, а так само об планах на 2019-е ишла размова на посадженні коллеги Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молодых гомельского облога Конкама. Сюжет Марины Джалай. Гомельщин не соправдаешь, чем гонориться. На стендах не просто фотоздымки и справа сдачи. Это работа инициативных, неординарных, зацекавленных своей працей людей. Это выник того, что наш регион богатый на яркие падеи, но мероприемств, которых больше нигде не убачишь. Экспозиция самых отметных сторон культурного життя Гомельщины разместилась у фойе колледжа мастадства и мяса Коловского. У каждого района свой стенд с фотоздымками, які рассказывают про самые цікавые падеи, про то, что наш край мае каштовную культурную спадшину, якую заховываюць и примножаюць. Перед початком коллеги из выставы и знайомець высоких гостей. В 2018-й принес нашему региону шмат узнагород, талент из разных кутков Гомельщины прославляли свою родиму на шматликих республиканских и международных конкурсах. Шарах масштабных творчих форумов прайшов и на нашей земле. Так, на высокем узровне летось провели международные фестивали «Клич Полеся», «Сожский Карагод», «Мойсябра Баян», традиционную «Сустрешу молоді дружба 2018», республиканский фестиваль фольклорного мастадства «Берагиня». Это соправдные культурные бренды Гомельщины. Под час коллеги из «Кразной темы» учить напомин об тем, что сфера культуры – это люди. В регионе деянет шоколад 200 организаций культуры. Коллективы кожной из них подрихтовали и провели широкую программу мероприемств, леет мотивом, яких стал год малородимым. Масштабная работа установ культуры была высоко оценена на узровне Министерства культуры. Экспертная комиссия анализовала культурную деянность в регионе по разных параметрах – от выполнения показчиков глиновых державных программ, деянности по охове объектов историко-культурной спадшины до реализации инновационных проектов. Гомельские облавыконкам по выниках республиканского конкурса признаны лепшим выконавчим комитетом областного территориального узровня по реализации державной культурной политики. А у номинации «Лепший областный центр» конкурсу «Город культуры» перемогу присудили Гомелю. Безусловно, каждый район отличается друг от друга, у каждого сильные стороны. Но оговорить о достижении Гомельской области, мне кажется, даже не стоит искать дополнительные слова. В этом году Гомельский областный полком по итогам республиканского конкурса на лучшую практику по реализации политики в сфере культуры стал победителем. То есть вот этот результат – это показатель на всю страну. Показатель то, что системно проводятся меры, то есть реализуется политика и культура области, благодаря в том числе и кадрам, и сотрудникам, достаточно хорошо на уровне всей республики. Вы лучшие по итогам 18-го. Али темы для меркования на коллеги тычились и не только организации проведения мероприемств и просуджения узнагород. Особную увагу надали проблемным моментам. Например, треба забеспечивать рост заработной платы работнику сферы культуры. А многие библиотеки не мают компьютерных обсталеваний, что недопущальное в час развития лечебных технологий. Так само треба поширить интернет-аудиторию сродков массовой информации. Что утычится меды и просторы, то еще один акцент на необходности активных осветлений важных исторических подей, якими будет насыщенный 2019 год. Утым лику мероприемства по святковании 25-ти годе Конституции Республики Беларусь, политичных кампаний и 75-ти годе вызволения Беларуси от фашистских захопников.